Добрый день! Великолепный пейзаж Витебского центрального спорткомплекса, который вмещает 8 350 зрителей. Честно говоря, хочется верить, что сегодня не будет стадион заполнен в эти непростые времена. Футбольный клуб Витебск обращался к болельщикам с очень странным таким смешанным призывом. С одной стороны, поддержать команду, с другой стороны, все-таки иметь в виду, что происходит все это в разгар пандемии. И, ну, не то чтобы призывал не идти на стадион, но, по крайней мере, призывал соблюдать общественную дистанцию, так называемую. Волков добрал мяч. Вот это неплохо крек. Ай, вот здесь можно завершать. С левой ноги удар в дальний угол. Это здорово было. Вот это круто было. И как только Николайску получил мяч спиной к чужим воротам, а рядом есть партнер, Сразу атака приобретает цвет, запах, вкус. Чем там еще славится Беларусь? И Гуренко завершал красиво в дальний угол. Все правильно. В разной степени очевидности. Это уже более классический вариант подачи. Это удар. Гуренко расположился на штанге ближней. Подача. Падение. Бенальти. 11 метров. Сразу же указывает на точку Сергей Цинкевич. Франсис Нарр отправляется бить. Он в этом сезоне забил один гол в ворота Ислыча, но он команде не помог избежать поражения. Нарр разбегается, тормозит еще раз. И, в общем, короче, говорит, этот удар засчитан. 1-0 в пользу Слави. Нарр выводит свою команду вперед, хотя вот эта остановка перед ударом вызвала много недовольства у битерских игроков. Правда, с таким ударом Сороке было бы справиться проблематично. Франсис Нарр 1-0. Хотя ведь могут играть иначе. Вот сейчас, например, Диего набирает скорость. Вот он доходит до чужой штрафной. Вот он пытается пробить по воротам. И вот у него получается удар. И это удар в створ. И Михаил Барановский на месте. Но вот это уже было поинтереснее. Тут мы увидели немножечко с другой стороны. Витебск. Здорово. Вот это красиво. Это Назаренко играет. Здорово. Удаль. Да. Финт был на рубль, а удар вышел на копейку. Ну, а у нас заканчивается основное время и уже добавленное, компенсированное время. Перерыв в матче между Витебском и Слави. Единственный гол в пенальти забил Нарр. Отправляемся на перерыв. Седьмой тур высшей лиги чемпионата Белоруссии. Витебск. Славия 0-1 после первого тайма. Состава играющих команд. Артем Сороков в воротах у Витебска номер 34. Артем Скитов номер 4. Евгений Клопотский номер 12. Даниил Чалов 17. Артем Гуренко. 50-я минута. Подача. Момент. Вот это неплохо было. Славия в отборе на чужой половине поля. Очень успешно. Удар Фрэнсиса Нара. Сейчас Витебску нужно взять в себе на вооружение. Некоторые элементы игры, которые здорово развиты у Слави. Например, прессинг, обвор. Вот удар прекрасный от Скитова. Сорока успел. Диего. Здорово. Протащил мяч. Вот атака 3 в 2. И вот Гуренко. И решай сам. Все можешь. Забиваю. О-о-о-о. Артем Гуренко. Вот это гол. И Диего. Красавец. Кариока. Пятерка. Сказал бы сейчас Александр Бубнов. Кариока. Пятерка. Одна атака логичным продолжением в другой была. И гол был забит красиво. Подача. Момент. У-у-у. Простил сейчас. Диего. Красиво. Удар. Но тут шансов было немного. А вот это здорово. А вот это. Вот это Йон Николеску. Вот. Узнаю брата Колю. Или как в переводе золотого теленка на румынском звучит. Узнаю брата Николеску. Ну вот это и должен нападающий. И вот игра перевернулась. И вот она славя, которая казалось бы контролировала все. Она получила за половину тайма два мяча в свои ворота. И теперь уже ей нужно выпрыгивать из штанов, чтобы хотя бы ничью спасти. Вот такой Робин Гуд. Робин Гуд Полесья. Вот здесь можно спасти ничью. Нар пробил севку с другой стороны. Робин Гуд. Лаповский решил пробить поворотом. Мощный удар. Стартовые пять туров. Наверное, в таблице вообще не имеет смысла смотреть. И делать какие-то... Нет, смотреть-то сколько угодно. Выводы, наверное, преждевременно. А вот сейчас, когда будет расслоение, увеличивается, уже можно будет какие-то выводы делать. Это удар поворотом. И снова на месте вратарь. Ну, подменили команду. Такое ощущение, словно они майками поменялись поголовно по трибунам помещения. Диего, мяч под левый удар штанга. Но если бы он еще забил, он, конечно, забрал бы себе титул лучшего игрока матча. Был близок к этому. Белоруссия, высшие лиги. Мы разберемся чуть позднее, потому что Панти сейчас подаст угловой. Подача! Перегладина! Не может быть! Забей! Удар! Да! Да! Все-таки Слюсар сравнивает счет. Невероятным образом у меня все-таки попадает в ворота. Не стало славе героям мемов. Как они бьют по штангам по сопернику. Невероятно просто в первом же матче, кстати, выходя на поле в этом сезоне, Слюсар забивает гол. Это его 21-й мяч за Славию в карьере. Славия спасает ничью, по крайней мере, пока. Защитник Славии совершает кульбит радостный в центре штрафной площади. Но все ли это? Может быть еще будет Слюсар? Еще один шанс! Это пенальти! Чемпионат Беларуси! Что ты делаешь? Остановитесь! Горшочек не вари! И 88-я минута. Слюсар зарабатывает пенальти. Понятно? Слюсар сам. Да, Диего. Попади не в штангу, а в ворота. Все. Три очка бы записали, упаковали и уехал героем. А здесь герой другой. Вышедший на замену по ходу матча. Максим Слюсар впервые в нынешнем сезоне забивает дважды. Но Батрес играет свой матч против еще одной команды, которая внизу находится, против Немана. Все на этом. 3-2. Чумовая победа Славии. В гостях над Витебском. Седьмой тур чемпионата Беларуси. И пока.